МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надёжность, эффективность, ресурсосбережение и безопасность. О чём бы ни шла речь, промышленное оборудование, бытовые устройства или строительные конструкции, улучшение этих качеств всегда было стимулом для развития технологии. Наиболее актуальный подход сегодня – это современные микро- и наноструктурированные покрытия. То есть механическая прочность деталей гарантируется за счёт одного материала, а специальные свойства – тонкими слоями различных покрытий на поверхности. Самое современное технологическое решение – газотермическое напыление. Технология газотермического напыления известна давно, но мы сейчас говорим не о защитных покрытиях, а о функциональных покрытиях. То есть данные покрытия не только защищают, скажем, от коррозии или эрозии, они привносят определённую функцию, меняют смысл конструктивного материала. Современные технологии газотермического напыления позволяют защитить металлические конструкции, сооружения, изделия и различные детали от губительного воздействия атмосферных осадков, воды, песка и других агрессивных сред, увеличить в разы срок службы и повысить термобарьерные свойства. И это не только металлические узлы и стальные конструкции электростанций, но и корпуса судов, бортовые сооружения, копры-шахт, опоры буровых и добывающих платформ, подземные сооружения, трубопроводы. Одни из наиболее эффективных методов напыления – газопламенная и электродуговая металлизация. Металл в виде проволоки непрерывно подают в аппарат. Там он плавится газовым пламенем или электрической дугой, а затем мельчайшие частицы распыляются на поверхность сжатым воздухом. При этом температура изделия в ходе напыления не превышает 120 градусов Цельсия. Это исключает термические поводки, то есть деформацию деталей. Основные антикоррозионные материалы, наносимые способом металлизации на стальные конструкции и изделия – это цинк, алюминий и их сплавы. Такое покрытие со временем только значительно увеличивает свою коррозионную стойкость, а также обладает эффектом самозарастания, то есть само затягивает трещины и царапины. В зависимости от выбора материала и толщины наноструктурированных покрытий, гарантийный срок службы составит до 50 лет. Абсолютный российский лидер по применению различных технологий газотермического напыления – компания «Плакард». Компания имеет достаточно давнюю историю. Фактически ее создание произошло где-то в начале 90-х годов. Мы ушли из института и пытались на производстве воплотить то, что всегда сами разрабатывали. Это первое. С другой стороны, еще и была определенная амбиция. Почему на Западе есть компании, которые могут производить высококачественные покрытия, почему у нас нет в России. Сегодня российский рынок технологий газотермического напыления представлен двумя типами предприятий. Это небольшие предприятия по ремонту и восстановлению оборудования и специализированные цеха крупных машиностроительных компаний, которые занимаются, скажем, производством авиадвигателей или оборудованием для атомной энергетики. Вместе с тем технологии способны изменить целый ряд отраслей. Для выработки решений широкого спектра необходима полноценная научно-производственная база. Каждый раз, когда мы получаем какую-то новую деталь в обработку, мы проводим исследование работы всего узла или всего изделия и пытаемся понять, каким образом это изделие работает, какие покрытия там можно применить так, чтобы это изделие в целом работало лучше. Одним из примеров таких разработок является решение по замене биметаллов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Одна из главных проблем отрасли – сероводородная коррозия. Плакарт разработал технологию, которая позволяет заменить биметаллические покрытия на газотермическое напыление коррозионно-стойких покрытий. Преимущество – простота в изготовлении, лучшая производительность за счет отсутствия сварных швов, увеличение ресурса прочности в 2-3 раза. Внутри аппарата, изготовленного из черного металла, комментируется установка, которая напыляет на него изнутри покрытие. Это 100% наша разработка, которая является нашим ноу-хау. Часть этого ноу-хау запатентована. Можно привести такую цифру, что для одного из наших заказчиков результат этой работы позволяет экономить порядка миллиарда рублей в год. Компания уже владеет десятками патентов и ноу-хау. Стратегия плакарта направлена на непрерывные исследования по получению новых типов покрытий с использованием наноструктур, в том числе и разработку специального оборудования. Один из примеров – установка высокоскоростного газопламенного напыления. Данная технология приводила к сплавлению наночастиц в процессе напыления, а значит к нерегулярности наноструктуры и, соответственно, свойств покрытий. Данный метод был доработан, доработана установка, которая позволяет наносить наноструктурное покрытие из растворов и суспензий. То есть была модернизирована система подачи, сама горелка высокоскоростного газопламенного напыления, в который была добавлена вторая камера сгорания. И в процессе напыления такое покрытие сохраняет наноструктуру свою. Сегодня высокоскоростное газопламенное напыление – самая современная технология. В качестве материала используются порошки карбидов, металлокерамик, сплавов на основе никеля и меди. Частицы порошка попадают на изделия с высокой кинетической энергией и образуют покрытие, плотность которого может достигать 99%. Такие высокотехнологичные процессы нуждаются в непрерывном контроле качества. Начиная от входного контроля в порошковых материалах, проволочных материалах, по операционному контролю технологии напыления, заканчивая входным контролем. Образец-свидетель прикрепляется непосредственно к детали, напыляется по той же технологии, что и сама деталь, потом разрезается и изготавливается микрошлиф. Для того, чтобы мы непосредственно покрытие увидели в микроанализе, на микроуровне. Примеры применения технологии уже можно найти в Москве. Газотермическое напыление использовали при возведении в 2007 году гвантового моста «Живописный», а также путепровода через канал имени Москвы, путепроводов МКАД и Третьего транспортного кольца. Технологию применили и в ходе реставрации металлоконструкции и крепежных площадок знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» в 2009-м. Есть, конечно, у нас и направления, которые обеспечивают и приоритет нашего государства создание наукоемких продуктов. То есть мы работаем и с авиацией, в том числе и с боевой, и гражданской, и с двигателями пятого поколения, с различной техникой специального назначения, и стандартная добыча нефти и газа. Эффективность современных технологий газотермического напыления высоко оценили специалисты российской корпорации нанотехнологий. Корпорация участвует в проекте с 49% акций. К настоящему моменту уже разработан пятилетний план совместных работ «Блокарта и Роснано». Сейчас мы оцениваем российский рынок в несколько миллиардов рублей. Но он растет очень большими темпами. Мы видим, что через 5-6 лет он уже будет измеряться несколькими десятками миллиардов. Это будет 20-30 миллиардов рублей в год. Это стоимость именно услуг по нанесению покрытий. Стоимость продукции, которая будет произведена и в которой будет использовано покрытие, будет больше в несколько раз.